Дорогие друзья, мы видели поэзию. Завтра, 24 октября, по новому стилю, день рождения у нашего знаменитого земляка, поэта Ильи Сильвинского. Мы вот накануне делаем вечер. Ровно 20 лет тому назад я познакомилась с дочерьми Ильи Сильвинского, Татьяна и Цицилия. Они приезжали в Симферополь, 95 лет исполнялся, 24-го года, на день рождения. Готовился тогда в музей, который готовился. И я с ними познакомилась. И Цицилия, которая справа от вас, дарила мне вот неречку, а Сильвинская, какую-то таченую надписью, чтобы сделать наш вечер. Сегодня вот удивительный музей Сильвинского. Это вот такой, думаю, старый был дом этот. И они по этому поводу приезжали, и на день рождения, и для кого-то, чтобы был этот музей. И теперь, сегодня этот музей есть. Этот музей находится в Бандарный переулок, там, сразу за магазином Сильпо, в центре, с той стороны. И даже сразу здесь, кто не знает, он здесь, и там, и он родился. Итак, страницы жизни и творчества Ильи Сильвинского в литературной, музыкально-поэтической композиции, которую мы назвали тоже словами поэта. Народ, возьми хоть строчу на память. КОНЕЦ КОНЕЦ Чтоб не случилось, помни одно Стих тончайший громоотвод Любишь стихи, не сорвешься на дно Поэзия сыщет, поймет, позовет Живи, искусство не стороняйся Люди без религий, как стал быть Участь наша, ничтожнее нас Человек выше своей судьбы Чтоб не случилось, помни одно Стих тончайший громоотвод Говорят, что композиторы слышат На три сотни звуков больше нас Но они безмолвствуют и свищут Кляксами на ноты устремясь Может быть, трагедия поэта в том, что основное не далось Он поет, как птица, но при этом слышит, как скрипит земная хоз И вот еще одна подробность Читаем в автобиографии Сельвинского Черты моей жизни Сколько бы я не слушал чужих стихов У меня никогда не рождается желание писать свои собственные Но стоит мне увидеть красочное полотно Или услышать яркую симфонию Как я сейчас же начинаю тосковать по своему письменному столу Вот она, моя тихая бриз Берег письменного стола Тихо, тихо идут часы За секунду и секунду чеканят Четвертушки бумаги чисты Берья дремлют стакан Как спокойно Как хорошо Взял пероя для тихого слова Но как будто я поднял ружье Снова пламя Редение снова И опять штормовые дела В тихой комнате Буря до клики Берег письменного стола Редактор субтитров А.Семкин Сильвинский Это ференс-лист в поэзии Самый большой виртуоз стиха Так называл поэта Луначарский Илье Сильвинского Поэту-оркестру Написал на подаренной акварели Максимилиан Волоша А Владимир Маяковский Обычно скупой на похвалу Все же сказал Один из самых лучших Поэтом современности Илья Сильвинский Поэт смелый До дерзости и безрассудства Таким было первое впечатление От молодого Сильвинского Вспоминал Павел Антокольский Я думаю Пришла пора этому великому поэту Занять достойное его место О призвании поэта Я не мечтал Я видел свое будущее В живописи Или в музыке Но моя мать Женщина практического ума Сказала акцу Если уж быть художником Мне тогда одиннадцать лет Первые годы Меня мучило сознание Что я выбрал поэзию Не по влечению сердца А по принципу Исключенного зрителя Но затем прочитал Дарвин Что талант Есть сочетание всех способностей И успокоился Легко ли Душу понять В ней дымкой затянуты дали В ней пропастью кажется пать Обманывают детали Но среди многих примет Одна проступает Как нота Скажи мне Кто твой поэт И я скажу тебе Кто ты Плохие поэты Обычно фальшивы Ибо работают Ради наживы Хорошие И искренне Но они Правдивы лишь в том Что сказали И только Здесь правды отпущено Ровно вот столько Но о своем глубинном Ни-ни Когда же является Истинный гений С души он срывает Заветный покров Он весь перед миром В огнях откровений Как хлынувшая Из аорты Кровь Долг поэта Суметь как рычаг Сдвинуть эпоху На нужное поле Таким было Поэтическое кредо Нашего знаменитого Земляка Ильи Львовича Семинского Именем которого Названа Улица Симферополя Хороший город По праздникам Плошкин На каждую Плошку Своя статья Да жаль Допустил он Чудак Обложность И в этом городе Родился Я Это случилось 11 октября 24 октября По новому стилю 1899 года В семье Крымчака Миховщика Льва Соломоновича Сильвинского Родился Седьмой ребенок Долгожданный Сын Илья После разорения Отца В 1905 году Семья Переезжает В Евпаторию С Крымом Связаны Самые счастливые Годы жизни Поэта Годы его Юности Эта земля Стала колыбелью Его таланта Его малой Родины О котором он Будет писать Всю свою жизнь Крым Дорогая Моя Родина У меня Такое чувство Будто я сам Вылепил Крым Своими руками Из года Море И солнца Напишет Поэт В письме С фронта В 1942 году А вот Строги 1944 года После освобождения Крыма Крым Золотой Ты мой Задушевный Наш Отвоеванный Кровью Крым Я жду Как свидания Как острова Счастья Блеска Морской Синевой Море Снова Покоят Тихлини Тайни Красок Северной 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 разную работу. Было он и натурщиком, и репортером, и актером бродячего театра. Работал в сельском хозяйстве, на консервной фабрике, в немецкой компании колонии Майнаки. И даже выступал борцом в цирке под именем Лурих III, сын Луриха I. Для этого Брама Лопин самого и Вану Поддубного. Медицина, однако, не увлекала будущего поэта. Он чаще посещал лекции филологов и литературоведов. И, конечно, писал стихи. В некоторых из них можно заметить влияние известных всегда поэтов. Гумилева, Майаковского, Северяна. Красное манто с каким-то бурым мехом, Бархатный берет, зубов голубизна, Милое лицо с таким веселым смехом, Пьяно-алый рот, веселый, как весна. Чёрные глаза, мерцающие лаской, Закнутый изгиб, что кукольных ресниц, От которых тень ложится полумаской, От которых взгляд, как переблет зорниц. Где же вы, Шарден, Ууислер и Квинтисти? Где вы, Фрагонар, Барбе или Ваттон? Вашей святой и вдохновенной кисти Охватит берет и красное манто. Каждая девушка — это чудо, В каждой легенда какая-то есть. Я знаю, буду поэтом покуда, Хоть каплю солнца могу им принесть. А если не петь, не дышать не сумею, Если закончится праздник мой, Я знаю, последнюю зорькой моею Улыбка забрежет над вечной тьмой. Каждая девушка — это чудо. Никогда не перестану удивляться Девушек и цвета. Это утреннее прокладство По белым и розовым кустам. Эти слезы, листы упоены, Где сквозится лазурная муть. Лепестки, что раскрыто удивленно, И спуганно даже чуть-чуть. Это снящаяся их нежность, От которой, как шмель, закружись, И неясная боль надежды На какую-то возвышенную жизнь. В 1920 году Илья Сильвинский Переводится в Московский университет На факультет общественных наук. Принятый в 1921 году в Союз поэтов, Сильвинский сразу же попадает В водоворот различных литературных течений. А вскоре и сам становится лидером Группы поэтов-конструктивистов, Которые выступали против старых Классических форм стиха, Непригодных, по их мнению, Для изображения революционных событий. Наша биография. Итак, хлыстом мои гобы выстегай, Цепи и крючери выдачи крик, Как всякий поэт, Я в сердце статистики, Толпа голос мой голый язык, И си аз глаголю, Не эпилепсийщиной дыхом Толпы душа взметена, Свистами сверстников Зубы насыщены. Что ж я за племя, Обдумайте нас. Печатать меня еще не хотел Ни один журнал, Но я не унывал, Так как меня ободряли Лучшие поэты и критики Москвы. К тому же я получил Первый приз на Олимпиаде Молодых поэтов. Мне двадцать лет, Вся жизнь моя начало, Я только буду, Но еще не был, Души заветной сердцем не встречала, Бывал влюбленным я, Но не любил, Еще мой бриг не трогался с причала, Еще я ничего не совершил, Но чувствую томление гордых сил, Во мне уже поэзия звучала, Я слышу эхо древности седой, Я чую зов эпохи молодой, О, как пронзительны ее призывы, Что ждет меня, Забвенье или пир? Но я иду бесстрашный и счастливый, Мне двадцать лет, Передо мною мир! Это была счастливая пора моей молодости, Я был богат надеждами, Как миллионер акциями, А ведь надежда всегда обаятельней Самого свершения. Сирень в стакане томится у шторки, Туманная да хрестастая, Сирень распушила свои пятерки, Вывела все свои счастья. Прошу, глазами по свету шарик, Шепча про себя не вич, что, Должна же быть где-то на земном шаре Будущая моя невеста, Моя невеста, Кто? Милое, самомилое существо, Я рыщу за нею, миля за милей, Не зная о ней ничего, Ничего про нее не знаю, Знаю, что нет ничего родней, Что прыгает в глаз мой солнечный заяц При одной мысли о ней, И когда мы встретимся, В марте, июне, А вдруг еще в люльке моя невеста, Куда же я дену юность, Ничего неизвестно. Ведь мысли, машина, Одну минуту представить такой конец, Ведь можем же мы, наконец, Разминуться, Не встретиться, наконец. Сколько таких, От Юхона до Буга, От Ганга до Янцекиана, Что так никогда и не встретим друг друга, И шипуть по краям океана. Но хватит, Довольно беда молодым, Что пользы в глухое стучатся. Всему виной Сиреневый дыр, Проклятое слово, Счастье. Туманная, С нами никогда не дорожа. Я тебя предчувствовал, Предвидел, Нехотя угадывал вдали, И когда глаза твои, Как выстрел, Мне зрачки впервые обожгли, И когда вокруг необычайно Сплетня заметалась, Как в бреду, Я все это принял, Как встречают Долгожданную Беду. Никуда души своей Не денет. Трудно с ней, А все-таки Душа. Мадонночка моя, Моя Боженька, Единственная моя религия, Смысл моей жизни. Я знаю, Что ради тебя я готов на убийство, И самоубийство. Значит, ты Та самая, Которую я искал Всю жизнь. А жизнь сложилась так, Что Илья Альбович Влюбился в женщину замужную. Он ухаживал за Бертой Яковлевной И добивался ее руки Три года. Когда я, родная, Увидел тебя, Недосягаемую такую, Кровь моя не вскипела, Знобя, Как если бы встретил Другую. Я сразу понял, Ты мне суждена В древнем Риме Чутье поругой. Была ты Матрона Моей супругой, И вот узнал я тебя, Жена. Девятого мая 1924 года Состоялась свадьба. Я счастливейший из смертных, Имея такую обаятельную жену. Зоренька моя желанная. Напишет Илья Львович В 27-м году. И если судить по стихам поэта, А у него есть такая строка, Не верьте моим фотографиям, Верьте моим стихам. Так вот, Если судить по стихам, Девнякам и письмам Сельвинского, То можно предположить, Что мелодия свадебного марша Звучала бы в душу Довольно. Вот строки из писем разных лет. 1935 год. В письме из Парижа. Я люблю тебя такой любовью, Которой ты не поймешь, И которую я сам до сих пор не понимаю, И даже сейчас не могу никак прийти в себя. От счастья, что ты моя, Что ты меня любишь. Гимн женщин. У мужчины рука, рычаг, Жернова, а не зубы в мужчинах, Коромысла в его плечах, Чудомысли в его морщинах. А у женщины плечи, Женщина. А у женщины локоть, Женщина. А у женщины речи, Женщина. А у женщины хохот, Женщина. И томясь о Венерах Буше, О пленительных ведьмах Робсе, То по звездам гадал я в душе, То под дверью весенком скребся. На метле или в пене морей Всех чудес на свете милей, Ты, представщик, Букь моей, Женщина. Дорогая моя, Любимая, Скучаю по тебе ужасно, Ночью сочинила тебе стихотворение, Думаю, тебе понравится это, И ты простишь мне все стиша, Которые я писал другим. Жена моя, Красавица, Мечтая за рулем, По улице катается, Сквозь штрафы, Напролом, С двошной разорением, Но ей не до того, Ах, зори, Озарение, Апреля, Колдовство, На ней манто, Атласное, Весь заработок мой, На ней перчатки, Красные, Пуховые, С каймой, На ней, Как розы, Льдистые, Горит песцовый мех, А волосы, Пушистые, Звенящие, Душистые, А смех ее, А смех. 1967 год. Запись в дневнике. Мы женаты 43 года, А я до сих пор не могу к ней привыкнуть. Нежность моя, А к ней по-прежнему свежа, Но с годами Стала глубже. Верьте, Яковлевне, Фиксельвинскому. Мечта моей ты юности, Легенда моей старости, Но как не пригорюнится В извечной думе нарости О том, Что юность временна, А старость долго тянется, И кажется, Совсем она При мне теперь останется. Но ты со мной, Любимая, И как судьба не взбесится, Опять, Опять из дыма я Прорежусь новым месяцем, И стану плыть без лунности, Сиянием для паруса, Мечта моей ты юности, Легенда моей старости. Университет я закончил в 1923 году, Но еще три года оставался на службе. Специальность отца, Связанная с пушниной, В какой-то мере оказалась для меня наследственной. В 1922 году меня сделали инструктором по пушнине, И бросили в Киргизию заготавливать шкурки сусликов. Потом перевели на Большие меха, И я стал колесить по всей России. И в этих поездках писал свою поэму Куля Лаевщина. Эта грандиозная эпопея Гражданской войны, Опубликованная в 1927 году, Принесла первый большой успех поэту. Куля Лаевщина Очаровала читателей Речевой красочностью, Сочностью стиха. Особенно запоминался образ бандитского атамана Киреяка Улялаева. Ехали казаки, да ехали казаки, Да ехали казаки чубы по губам, Ехали казаки, да на башке по пахе, Ехали под бубен, да под галочий гам, В люльках на согрейках попыхивали пугли, Табаки наперчены самсун, да дюбэк. Конские гривы, да от крови под пожухли, Будет помнить Украина яицкий набег. Ехали казаки до дому из набега, По усищам паток, а по бородищам мед. Только что там завтра, Ведь жизнь наша копейка. Не дорубит шашка, Да хлопнет пулемет. Гармоники наяривали яблочко, Варуху, бубенчики, глухарики, Язык на дуге, Ленты подплясывали от парного духа, Фота, махорки, тёптя, Эгей, гайда ларайда, Брод не брод. Ехали казаки по команде вперёд, А в самые гуще, Оплясаные старые Из-за ярницких бандитчиков, Из-за лучшего дерьма, Ездит сам батька Улялаев, На чёрной тройке дарма. А за ним казаки, А за ним бузуки, Дух самогонный, Гарь, дым, Кровь перемешанная с грязюкой, Слёзы бабьи за ним. Берегись, коммуния, Деревни проезжали, Где тут комиссарики? А ну, говори, На четыре стороны, Полыля пожары, Не видать на заре зали. Маяковский, Завидя Сервинского, Тут же начинал декламировать. Ехали казаки, Да ехали казаки. И досадовал, Что не он написал улялаевщину. Стало ясно, Что Илья Сервинский, Поэт эпический, Мастер монументальных форм. Успех окрылил, Ещё бы. Некоторые сравнивали его, Попрею, Чуть ли не с Ильиадой Гомера. Однако, Очень скоро полоса везения закончилась. Началось всеобщее поношение в трессе. Гипертрофированный пошляк, Идеологически вредные стихи, Недостойные советского поэта. Наравне с Булгаковщиной, Газеты тридцать седьмого года Призывали искоренить и Сервинщины. Естественно, Эти чёрные полосы, Слишком широкие, Тяжело переживались поэтам. В каком бы часу я ни лёг, Но в пять Глаза открываются сами, И горло забито Опять и опять Смёрзшимися слезами. Дрейфующий хаос Угрюмых обид, Горячая ртуть унижений, И пробуешь вслух, Как будто навзрыд Глотательные движения. Но всё торчат, Или силы не те, Углы несъедобной боли. Чёрным крестом Лежишь в темноте, Словно могила В поле. Одиночество. Нас много одиноких. По ночам мы просыпаемся И шарим спички. Закуриваем, Стонем по привычке И мыслим о начале Всех начал. В окошко бьются, Листья золотые, Они в гербах и датах. Полночь бьёт, А мы всё курим, Полные забот. Нас много одиноких. Вся Россия. Шаримовали отца Не только критики, Но и собратья по перу. Например, Безыминский, Луговской, Пишет приёмная ночь Поэта Цицилия Александровна В воспоминаниях про пирог. Как же он мог с ними После этого разговаривать, Ходить в гости. Не думала я. Теперь я поняла, Что люди, Жившие во времена Сталинской системы, Хорошо знали правила Её и Глыб. Говорить надо, Что надо, А думать в уме, Кричать в подушку. 1937 год. Если не выскажусь, Задохнусь, Днём сокровенная В угол под лавку, Ночью проснёшься И слушаешь Русь, Каждую жилкой, Каждую травку, Сосны шумят, Будто поезд идёт, Поле кого-то Шурша утешает, Столб телеграфный, И тот поёт, Проволока, И та вещает, Форточка в каркаре, Ноет гнус, Лишь я свою душу Молотом в плюшку, Если не выскажусь, Задохнусь, И вот кричу, Закусив подушку. Но есть одно Беззвучное страдание, Которое ужаснее Всех других Клинический Рефлекс Молотания, Когда слова уже горят В гортане, Дымятся, Рвутся В брыздах Огневых, Но ты не смеешь И Молотаешь Без преувеличения, Можно сказать, Что с 41-го года Тема Родины Стала генеральной темой В лирике Селинского. С первых дней войны Поэт Действующей армии Участвовал В напряженных боях На Северном Кавказе, Крыму, Был ранен, Тяжело Контужи, Награжден Боевыми ординами. Военные стихи Селинского Одна из блестящих Страниц Советской поэзии. Мы остановимся На одном стихотворении, Которое связано С тайной Подполковника Селинского. Загадочные истории Странного отзыва Поэта Самый разгар войны В 1943 году Из действующей армии. Стихотворение называется Россия. Хохочет, Обезумев конь, Фугасы хлынули косые И снова по уши В огонь. Вплываем мы с тобой, Россия. Опять судьба Из боя в бой Дымком затянется, Как тайна. Но в час Большого испытания Мне крикнуть хочется, Я твой. Я твой, Я сын твоей любви. Я голос Твоего народа. Твоя волна В моей крови, В моих костях Твоя порода. Кровинкой Каждую скорбя, Оглохшей От бомбометания. Люблю тебя, Люблю тебя, Люблю тебя, До стона И до бормотания. Люблю тебя, Россия, Птиц твоих, Грачей, Разумных, Как крестьяне. Под небом Сокола стояние В размахе И крыльев боевых. Ну, а красавицы твои, А женщины твои, Россия, Какая молния Взрастила Казачьи удали Их любви. О, их любовь Не полубыт, Всегда событие, Вечным мета, Клянусь вам, Заодно за это Россию стоит полюбить. Люблю Великий русский стих, Еще не понятый, Однако, И всех учителей своих, От Пушкина До Пастернака. Для дураков Они руда, Но умных Одаряют вдвое, Недаром Русская всегда Звучала в них, Как мировое. Какие ж трусы И врали О нашей гибели Судачь. Убить Россию Это значит Отнять надежду У земли. Это взволнованно Возвышенная Ода Родины, Печаталась Во многих Газетах, Передавалась По радио, Выдвигалась Даже на Сталинскую Премию. И вдруг Постановление ЦК ВКПБ, В котором Стихи о России Объявлялись Халтурными, Полистически Вредными И пошлыми. Сельвинского Вызвали в Москву. Воюете Вы хорошо, А стихи Пишите Плохие. И приговор Демобилизация До конца Войны. Наверняка Ему доходчиво Объяснили, Что в стихах О России Поэт Воспел Все И всех И только Имя Вождя Не упомянул Ни разу. Спустя Почти год Сельвинский Напишет Хвалебные Стихи Читая Сталина И ему Снова Разрешают Вернуться На фронт. И в Послевоенные Годы Почти До самой Смерти Поэта Периодически Попрекали Крамольными Пошлыми Стихами. Истинная Жеподоплека Событий В долгие Годы Оставалась Тайной Подполковника Сельвинского. 1949 год. Нет Опаснее Вещи Чем Так называемый Ум. Он Всегда Раздражен Вечно Подымает В народе Шум. К чему Ж Бюрократической Касте Такому Кодить Ведвиженцу? Россия При Всякой Власти Истребляет Свою Интеллигенцию. Стихотворение Было Написано В 1949 Году. Но Как и Многие Другие Стихи 50-60-х Годов Не Было Опубликовано При Жизни Автора. А Увидел Свет Только В 90-е Годы. Не Моя Вина, Что Накопился Целый Спорт. Ну Что Ж Каждое Правительство Достойно Своей Литературы. Читаем В дневнике Селинского. Наверное, Нельзя Полнее И Глуп Ж Понять Поэта, Не Прочитав Дневниковые Записи, Раскрывающие Его Душевное Состояние. Вот Она Моя Тихая Пристань Берег Письменного Стола. Шел Я В жизни Бывало На Приступ Прогорал На Этом Дотла Сколько Падал Я Подымался Сколько Ребер Отбито В Боях До Звериного Воя Влюблялся Ненавидел До Боли В Зубах В Обличении Лживых Истин Сколько Глупостей Делал Подчас И Без Сердца На Тихую Пристань Возвращался Тоске Подчинясь Запись В дневнике 52-го Года И Снова Привычное Чувство Одиночества Угнетенности Необходимости Собрать Все Нервы В Кулак И Ждать Работая Ждать Живу Живу А в душе Проносятся волны Ржаво Гремя Ты Затону Как Атлантида Республика Ленина Юность Моя Другая Взошла И Стоит На Сваях Всех Заверяет Будто Все Так же Да-да Все Та же Родина Гая Лишь Поднялась На Верхний этаж Стоит Стоит На Железных Протезах Страна Отчаянно Не подавая Вида Что Затону Как Атлантида Республика Золотого Сна Реквием Уже О тридцатом Годе Я На Глазах Сидел Отчего Бы Ведь Ни при Ягоде Ни При Берии Я Не Сидел Но Засел Мой Любимый Читатель Унеся Мою Славу В склеп И Бражу Я Подобной Цитате Из Кровавой Книги Судеб Он Писал Мне Грустные Письма Тонко Чувствуя Мастерство Он Дышал Волной Артистизма Как Мне Трудно Сейчас Без Него Год Прошел И Другой И Третий Я Взываю А Отзыва Нет Воспаленнее Всех Трагедий Покусту Завущий Поэт Прохожу Через Галочи Рынок Но Уже Не Вернуться Домой Ты Ты Как Древний Замок В Руинах О Казненный Читатель Мой 1965 Год Получил Анкету С просьбой Ответить на вопрос Чего вы ждете От четвертого Съезда Писателя Я бы ответил Так Ничего Особенно Будет то же Что и всегда Стрейбоной Одно В кулуарах Другое Так было при Сталине При Крущеве Так будет до тех пор Пока политика Будет подменять Правду Ответил бы я В жизни можно добиться Правды Но на это Не хватит жизни Скажет Бейк И все Он был романтиком Мечтателем Он верил в идею Коммунизма Я испытал И слав И безславия Я пережил И войны И любовь Со мной Играли В кости Югославы Мне песни Пел Чукольский Зверолов Я слышал Тигра Дымные Октавы Предсмертный Вой ССовских Горил С Петром Великим Был я Под Полтавой А с Фаустом О жизни Говорил Мне кажется Что я живу На свете Давнее Давнего Тысячелетия Я видел Все Чего Еще Мне Ждать Но Глядя Вдаль С Егражем Сизм Как Высшую Хочу Я Благодать Одним Глазком Взгляну На коммунизм Вспоминая Студенческие Годы В литературном Институте Был Ахмадулина Говорила На фоне Того Что в то Время Творилось В институте Сверкал И я Любовь Сильвенский Какими Блестящими Были Его Лекции А как Он Излагал Минн Гравственную Креду Поэта Умение Быть Счастливым Отсознанием Того Что Жизнь Это Счастье Нет Я Нелегкой Жизнью Жил Быть может Оттого Что Смел Но Быть Несчастным Не Умел И Потому Счастливым Было Разрушить Жизнелюбие Поэта Не могли Никакие Невзгоды И лишения Вдохни Же Эти Строки Живи Сто Лет Ведь Жизнь Хороша Окаян Спичечная Коробка Наполненная Веществом Солнца Весила В 20 Тысяч Тон Не так ли Надо Писать Лирические Стихи Запись В дневнике 61 Года Поздние Стихи Сильвинского О любви Пожалуй Самая Сокровенная Страница В творчестве Поэта Итак Стихи И песни Сильвинского О любви Не спрашивай Зачем По старости Лет Не приступив Венчательного Обета Я вдруг Пишу О той Или Об этой Стихи Как сны Над ними Пласть Нет Ты не от женщины Проделась Бор Продил тебя По весне Вишнего неба Русская вязь Возря Тающее Светизне Не от того Ли твою красу Хочется Слушать Опять И опять Каждому Шелесту Душу Отдать И заблудиться В твоем Лису За высокими Горами За глубокими Морями Где Серебряная Речка Омывает Сон Дрову Есть Горячее Сердечко Есть Горячее Сердечко В нем Я Я Живу Ветры К ночи Затихают Розы К ночи Замирают Куда Удовлено Стонут Птицы Засыпаю С ними Я Что же Ночью Мне Приснится О Я знаю Что Приснится Знаю Я Я Я Я Я Я Я Ночи Я Я Я АПЛОДИСМЕНТО Позови меня, позови меня Если спрыгнет на плечи беда Не какая-нибудь, а такая вековая беда борода Позови меня, позови меня Просто горе на радость вы мне Растопи свой страх у огня Позови меня, позови меня А не смеешь шепнуть письмо Назови меня хоть по имени Я дыханием тебя обойду Позови меня, позови меня, позови меня Я никогда в любви не знал трагедии За что меня любили, не пойму Походка у меня, как у медведя Характер в пору веку самому Быть может, голос Но бывали меди сродни виолончельному письму И нынче по блестящему уму Приравнивали мы к самой комете А между тем была ведь Беатрича для Данте недоступной Боже мой, как я хотел бы испытать величие Любви неразделенной и смешной Униженной, уже нечеловечей Бормочущей божественной речи Если губы сказали «нет», а глаза отвечают «да» Словно море хлынет в ответ Зачеркнув тоску без следа Но завянет алый рассвет Почернеет любая звезда Если губы ответили «да» Но глаза отвечают «нет» АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Каким бывает счастье Хорошо, когда для счастья есть причина Будь то выигрыш ли Повышение члена От пщения хранящейся тайны Гениальные стихи или свидания В историческом ли подвиге участие Подлетениями взращенной оливы Но нет ничего счастливого Без исключенного счастья Вперед Вперед Да с малом ним коня Силем розведь Я спросила Тут недорого целя Как зовут тебя молодка А молодка говорит Игна ты мое услышишь Из фото таковы Эгг! 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 А ты моё услышишь, из-под опыта копыт. Я по улице поехал, по дороге поскакал, По тропинке между бурых, между серых, между скал. Маша, Даша, Оля, Зина, всё как будто не она. Катят, катят, высекают мне подковы скакуна. Эх, Эх, Катя, Катя, высекают мне подковы скакуна. И с тех пор хоть шагом нет, хоть в голову поскочил, Катя, Катя, Катерина, не отвязно я шепчу, Что за бесталач такая, у меня ж другая есть. Но уж Катю, словно песню, из груди врат не известь. Эх, 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 Но уж Катю, словно песню, из груди врат не известь. Влюблённые не умирают. Да будет славен тот, кто выдумал любовь и приподнял её над страстью, Он мужество продолжил старостью, он лилию выводит среди льдов. Я понимаю, скажете, мираж, но в мире стало больше нежности. Мы вскоре станем меньше умирать, ведь умираем мы от безнадежности. Нет, любовь не эротика. Это жажда себя отдать другому. Это жажда чужое сердце сделать собственной драгоценностью. Это не просто ладушка для продолжения рода. Это стремление человека душу отмыть от будней. Это стремление человечества ласкость рубить злодейство. Мир поднять друг войной. ПЕСНЯ 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 Гони, кони, звери, звери кони. Чёрные, то серы, чёрные, то серы, чёрные, то серы, да медвежий век. Чёрные на серый, чёрные на серый, Чёрные на серый, да медвежий мек. Я глаза сияют у ласкового маня, Не меня встречают, ищут не меня. Только жгут безмеры письм от тёмных дуг, Эй, чугарь мой серый, задушевный друг. Ой, вы, кони, кони, звери, звери кони. Чёрные на серый, чёрные на серый, Чёрные на серый, да медвежий мек. Чёрные на серый, чёрные на серый, Чёрные на серый, да медвежий мек. Я рыдать не стану, В дурь не закучу. Я тебя достану, Я тебя умчу. Прикладёшь устами, Подуришь, как дым. Чёрные на серый, чёрные на серый, Чёрные на серый, да медвежий мек. Чёрные на серый, чёрные на серый, Чёрные на серый, да медвежий мек. Браво! Влюблённые, вы миротворный мир. Влюблённые не могут быть плохими. Влюбляйтесь, люди! Влюбляясь в стихи, говорил турецкий писатель Назенфигмен. Я не раз чувствовал себя колумбом. Одной из наих америк был Илья Семинский. Он золотой искатель поэт поэзии, Большой, смелый, дерзкий мастер. Золотая заводница берёзок, В чёрных елях, словно бы в скиту. Я впиваю, погружённый в грёзы, Бледно-головую высоту. Хочется ошейником побыть, С думами собраться на досуге, Вспоминать приятные о друге, О врагах на время позабыть. Не зато ли осень нам мила, Хоть и в ней становится короче, Что витая вне добра и зла, Чувствуешь себя таким хорошим. Люди всегда молоды, Молодость проходит, Говорят, нет, неправда. Красота проходит, Лянут веки, губы не горят, Поясницу лобит к непогоде, Но душа, душа всегда юна. Духом вечно человек у старта. И душа прекрасна по природе, Даже пред годами не склонясь. Молодость к несчастью не проходит, В том-то и трагедия для нас. Прилетают ветры, забияки, С ними щебель, прятки и губы, А деревья эти, как собак, Понимают, но сказать не могут. Вы, ручишки, травушка, болота, Ах, как грустно с вами разлучаться, Да и вам, беднягам неохота, Со своим язычником расстаться. Смерть, но ведь бессмертие со мной, Верю в электронный дух капризный, Но всего больнее в этой жизни Распрощаться с милою женой. Начиная с 60-х годов, Этот физически сильный человек Все время боролся с мучительной болезнью сердца. Но творческая энергия не ословевала. И, как писатель, Он не испытал заката. Поэт, умер 22 марта 1968 года, На 69 году в жизни. Но Сильвинский не был бы самим собой, Если бы просто так Без боя сдался. Смерти есть одна альтернатива. Бессмертие. О, как обожал он жизнь! В стихе замехрём, Как в смерче, Владел им особый джин. Демон бессмертия, Отлично демон служил, Не душу и поэт ему продал. Поэт огромно жил, Работал, 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 Как бык работал, Как рак, как четыре негра. Он строил воздушный корабль, Где каждая снасть из нервов. Поэзии божество Сходило из мощных прелюдий, И мир услышал его, Прислушались песням люди. Враги давно на дне, А он всё думал о смерти. Возвысится бы над ней В граните, бронзе, медии. Всю жизнь работал, как бык, Всю жизнь униковал бессмертие, Умер и стал велик, А жизнь прошла, не заметил. Но я поэт, я верю в бессмертие. Взяв за основу электронную теорию Норберта Виннера, По которой материя в своём вечном изменении Повторяет свои облики, Поэт создаёт целый цикл стихов Под общим названием Давайте помечтаем о бессмертии. Эпиграф «Но не хочу, о друге, умирать» Александр Крушкин «Я твёрдо утверждаю, Как закон, Что в нуль не превратится электрон, Поскольку вся материя привечна, И то, что, выйдя из глухих пучин, В слепой природе станет человечно, Опять возникнет силу тех причин, Что вызывали дыхание моё, Как ваше, как седьмых, десятых, сотых, Мы вновь сквозь вековое забытьё Зайдём в телесности, А не рапсодия. Поверьте ж, в эту сказочку не бойтесь, Рой электронов всё ж не кутерьма, А поначалу в корне всех кипоте Бежит весёлая игра омана. Моя идея теплится едва, Наивная, она как дважды два, Но для науки это не предмет, Она мечту не принимает на поруки, Ей нужно доказательства науки, Мне этого не нужно, я поэк. Разумно, в переводе с латинского Воскресно. Я был в Бариже, Лондоне и Вене, В Берлине и в Стамбуле и в Бруно, И всюду мне являлось откровение, Где человечество погребено. Нет, никогда не примирюсь я с этим, Не верю, не хочу я, наконец. Мы все навек одарены бессмертием, Могилы не конец. Я вижу на губах у вас сарказм, Пожалуй, вы безумца на засон. Разумны вы, а что такое разум? Всего лишь опыт дедов и отцов. Вам не загнать пророчества поэтов В клетушку ваших душных аксиом. Все, что сегодня разумом воспета, Придется завтра обрекать на слом. Я ездил к немцам, англичанам, туркам, Повсюду смерть, ее не сокрушить. Но выше смерти властный крик, Разурган, мертвец ты прав, Мы снова будем жить. Жизнь моя у всех перед глазами, Ну, а много ль знаете о ней? Только то, что выдержал экзамен В сонмище классических теней? Неужели только в том и счастье, Чтобы бронзой числиться в саду? Не хочу я участи блестящей, Не подсуден пошлому суду, Нет, ни по торжественным парадам, Не в музее датой дорожа. Я хочу дышать с тобою рядом, Человечья, теплая, душа. Конечно, идея электронного бессмертия интересна И, возможно, не лишена объективного основания, Но память народа – вещь более надежная и правее. А заканчиваем мы нашу композицию Стихотворением, обращенным ко всем нам, Читателям стиха, Которая так и называется Читателям стиха Читает автор Илья Сельвинский Когда вам говорят, что этот стихиот Просматривают газеты, Перелистывают прозу, Что это дает, Прошел от образу, Ровно, чем он стоит. Но если он скажет, Что он бесплатный, Читает Шахстира, Цитирует Пауза, Это что дает, скажите, пожалуйста? О, это многое дает. Читатель стиха – не просто читатель, Читатель стиха – артист. Он не губнет по лифмам, как дядю, Не просто глагает сюжет картин, Он видит зубы, Слышит краски, Чувствует пауз, Юмор и груб. И свои пудыльки, Литературные карабики, Ему не стучат За жемчужки и груб. Ему не лужит, Рассказавший про заяц, Что это любви, Да толсты и плитов. А что такое Читатель про заяц? Сыт не подручь, И он подручь, Он так равнодушен. В азоне, Передать пропускай, Ищет любовь, Глокоп и ореша, Любой и огонь, И муж горит, Стоит, Стоит, А наши, А верены наши не с нами, Там горит, Как и пясть и морит, А наш, А в родине, Дышит с нами, И знает, Что у кого болит. Читатель, Правда, Прочатый, Кригает, Да на вся другого, А верши, Катит. А наш, Как девушкой дружит, Снижает, Читатель, Стихат, Артист. Он еще смутен, Этот читатель, Он еще наслевает, Как бой, Его нежку ей не учли, В государстве, Но он управляет Нашей судьбой, Как часто бездушные Питихологии Сдушат стих, Как чума хотят, И под завесной Густой дымлогодией В глобуси Всем любви Стихать хотят. Скоро-то раз, Отброшен на вере, Ручишь, Наталево, К черту, Станули, И, как Маленьевый Корабель, Со смаком Плотнул бы В птичь, В птичь свою путь, И вдруг, Получишь Огрызок листка, Откуда-нибудь Из-за Пух, И почтена. Это Великой Питати Стих Почувствовал Твой Своего Порек, И снова Зараж И Ход Суба, Живешь, Как будто Он Мира Выпил, И снова Идешь Среди Моя Соба Своей Привычной Молитвы, Народ, Возьми хоть строчку, На память. Ни к чему мне тосты и спичи, Не прошу я меня обрамить, Я хочу Быть всегда при тебе, Как спички. Народ, Возьми хоть строчку, На память. Субтитры создавал DimaTorzok, Спасибо. АПЛОДИС АПЛОДИС АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы хотим создать такое общество, которое приходило, вот вы, зрители, приходили и читали, играли, ну, себя как-то реализовали, показывали. Так что мы вас приглашаем. Значит, меня очень радует ваш вечер, я так иконостоизмин, я со слезами на глазах, но вообще целый вид. Сценарий так, знаете? Да. Но без таких истолковых людей... Да, да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Действительно получаешь вдохновение, входя отсюда, после программы. Спасибо всем за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот, народ, возьми хоть строчку на память. АПЛОДИСМЕНТЫ Каждый из вас будет строчку на память. Клуб вдохновения, например, уже давно взял строчку, очень часто, на многих вечерах. Вы, наверное, догады, какая строчка? Мы повторяем. Влюбляйтесь, люди. Вы спасете мир. Влюбленные не могут быть плохими. Влюбляйтесь, люди. Вот вы взяли строчку на память. А вы свои. И любляйтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ